Отец казахстанского народа Назарбаев, судя по всему, газет не читает. Его, напротив, увлекает эпистолярный жанр. Уже ни одна книга вышла из-под его пера. И все творения Господни возведены в статус священного писания. К чему же тогда Казахстану другие писари, чьи взгляды, тем более, расходятся с великим мнением Ельбасым? Видимо, по такому принципу на Медне закрыли и правдивую газету. Она не первая в списке ликвидированных оппозиционных изданий, но самая молодая. Первый штраф за первый номер. И два приостановления на три месяца. В результате из восьми месяцев, вы сами понимаете, она всего работала три-четыре месяца. С фантазией у сотрудников внутренней политики Акимата Алматы, однако, туговато. Поэтому наказывали независимую газету за грехи совершенно абсурдные. Вначале цензоры не разглядели периодичность издания. Потом судили за то, что тираж завышен на тысячу экземпляров. Поводом же для окончательного закрытия правдивой стали неясно пропечатанные выходные данные. Сей чиновничий бред вывел из себя даже обычно сдержанного руководителя Международного фонда по защите свободы слова Адильсос. Акимату, так же, как и прокуратуре местной, нечего делать. Они бесконечно мониторят средства массовой информации. И поскольку не видят там ничего разжигающего экстремального и всего прочего, а, видимо, отчитываться-то надо о результатах, они придираются, просто как буквоеды, придираются к публикации выходных данных. Травли и массовое закрытие оппозиционных СМИ началось еще в конце 2012-го. Тогда в Апалу попали почти 30 печатных и интернет-изданий. Прокуратура начала чудить. Все неугодные государю Назарбаеву ресурсы во главе с газетой «Республика» назвали единым СМИ. А суд и вовсе запретил существованию альтернативной информации. Под эту гребенку произвола попали портал «Стан» и газета «Взгляд». Их власти официально признали экстремистскими. Впрочем, для Казахстана это определение синонимы накомыслия. По мнению правозащитника Евгения Жовтиса, надежда на то, что в республике снова появится свобода слова, слишком призрачна. Но борьбу никто не отменял. Разбираться и понимать, что живем мы в авторитарном режиме, что государство становится все более полицейским. И когда людей винтят там возле памятника Абаю или на просто вышедших с одиночным пикетом, это полицейское государство. Мы живем там, где мы живем. Если гражданам, если обществу интересна иная точка зрения, если общество заинтересовано в свободе слова, оно будет выступать в защиту журналистов. Возрождение «Правдивая газета» сегодня требуют как отечественные, так и международные правозащитники. Главный редактор теперь уже бывшего издания, Разлана Таукина, на здравый смысл казахстанских властей не надеется. Но уверяет, что сдаваться не будет. Если газету не откроют, планируют достучаться до Комитета по правам человека ООН. Кстати, по уровню свободы слова Казахстан хоть и отстает от дружественной ему России, зато пока еще далек от Туркменистана и Северной Кореи. Однако сторонями диктатора Назарбаева его вотчина имеет шансы разделить с этими странами позорное последнее место в рейтинге.